Друзья, хотел бы вам порекомендовать канал Masseba, крупнейшей компании по дизайну интерьера. У них уже на сегодняшний день 18 офисов по всему СНГ. И канал этот лично ведет сам генеральный директор этой фирмы. И рассказывает о трендовом, но при этом реализуемом дизайне интерьера. На этом канале вы увидите обзоры квартир, услышите мифы о ремонте и советы по созданию квартиры своей мечты. В общем, ссылка на канал будет в описании. Переходим и подписываемся. Ну, а мы с вами, друзья, приступаем к просмотру этого видео. Вот это махина, да? Примерно где-то в туалет. Но нет, друзья, я здесь вовсе не за ней, а здесь я вот за этой вот малышкой. Здравствуйте, дорогие друзья. В этом видео я поведу речь о установке водонагревателя на кухне в частном доме. Для поступления горячей воды смеситель над мойкой. Водонагреватель этот маленький, всего на 10 литров, но больше тут на кухне, в общем-то, и не нужно. Есть водонагреватели, которые можно разместить и под самой мойкой. То есть у таких водонагревателей выходы резьбовых соединений расположены не внизу, а наверху для подключения водопроводных труб. Но из-за отсутствия места, в нашем случае под мойкой, от подобного варианта пришлось отказаться. Для начала нужно закрепить водонагреватель на стене. В комплекте к нему есть вот такой вот кронштейн, на который он и будет подвешиваться. Так как стены здесь из ГВЛВ, то есть из гипсоволокнистого листа, предварительно просверлив лист, я проверил, какое расстояние составляет пустота до основы кирпичной стены. Оказалось, что она составляет 5 сантиметров. В крепеже кронштейна к стене я решил использовать что-нибудь более надежное, в отличие от обыденных крепежей для гипсокартона, вроде дюбеля бабочка, либо дюбеля зонтик и тому подобное. И решил я применить обычный металлический рамный анкер. Уж этот-то крепеж точно будет надежен. И сами, наверное, понимаете, трубы водопровода, подходящие к водонагревателю и подключенное электричество к водонагревателю, это очень серьезно. Хоть и вес тут, конечно, не так уж и велик, но делать все равно будем все надежно. Кстати, касаемо водонагревателей с большим объемом, они уже крепятся на специальные анкеры с кронштейном. Вот так вот они обычно выглядят. Сначала на стене размечаем, где и на какой высоте будет находиться кронштейн. Далее просверливаем сверлом гипс. А затем подключаем в процесс и перфоратор со вставленным в него буром под диаметр анкера. В моем случае в 10 мм. И прежде чем начинать сверлить, не помешает сначала на бур поставить метку, к примеру, изолентой, на просверливаемую глубину под длину анкера. Чтобы визуально можно было контролировать глубину просверливания. Просверлив, выкручиваем из анкера винт и вставляем втулку анкера в просверленное отверстие. То, что данное гнездо с резьбой вывалится, беспокоиться не стоит, так как оно, как видите, своеобразным образом зафиксировано во втулке. Далее вот таким вот образом скрепим кронштейн. Шляпки анкера, как видите, особо не торчат и мешаться они не будут, что и есть хорошо. Далее просто навешиваем водонагреватель на его место. В подключении к водопроводу и подаче воды на смеситель я буду использовать полипропиленовые трубы и полипропиленовые фитинги. Без всякой латуни и гибких подводок. Так как плитка здесь, как видите, белая, водонагреватель тоже белый и все остальное тоже решили сделать под цвет белым. Чтобы особо здесь ничего не выделялось. Да, и кстати, так даже вышло в два, а то и в три раза дешевле. И объясню почему. Просто обратите свое внимание, сколько стоят латунные фитинги и сколько стоят полипропиленовые. Так что, одним словом, у нас, друзья, получается с одной стороны эконом-вариант, а с другой стороны так будет намного аккуратнее и эстетичнее смотреться. Ну, а в-третьих, ничего плохого в полипропиленовых трубах и фитингах нет. Они в наше время используются везде и повсеместно. Систему подключения водонагревателя, с моей точки зрения, я буду рассматривать правильную. То есть, многие из новичков и начинающих мастеров на примере этого видео урока увидят, как это делается правильно. Но на примере полипропилена. Но, честно говоря, никакой разницы-то и нет. По такой же схеме выполняется сборка и из латуни. Только вот латунные фитинги обойдутся вам в пару, а то и в тройку раз дороже. В отличие от полипропиленовых. Если вы думаете, что я всю эту схему буду спаивать по месту, то есть на стене, то нет, друзья, вы ошибаетесь. Я намного облегчу себе эту задачу. Следующим образом. А сейчас внимание касаемо новичков и начинающих. Чтобы вам было более понятно, да и вообще, так как большую часть монтажа я все равно буду проводить на полу по понятным причинам. Так как сделать это будет намного проще. Сейчас я снова сниму водонагреватель и наглядно для начала объясню суть дела. Этот фитинг называется «Американка с переходом на полипропиленовую трубу». При помощи льна и сантехнической пасты она вкрутится на эту резьбу, то есть на подачу холодной воды в водонагреватель. Здесь все предельно просто. Холодная отмечена синим цветом, горячая, соответственно, красным. Но это все потом. А сейчас, чтобы вот так вот не пришлось корячиться по месту, можно, да и нужно определенный участок водопровода из этой схемы спаять в свободном доступе. То есть на полу, либо на столе. Я буду делать это на столе, предварительно закрепив паяльник к столу. Как это делается и вообще подробнейший видеоурок о пайке полипропиленовых труб аж в трех частях на примере монтажа водопроводных труб в доме, вы можете посмотреть после просмотра этого видео. Ссылки на эти ролики я оставлю под этим видео в описании. Ну а сейчас, как говорится, тема у нас другая, подключение водонагревателя. Так вот, ближе к этой схеме. Для чего же стоит этот тройник и краник? Думаю, кто-то из вас уже догадался. Правильно, чтобы при необходимости можно было быстро слить воду из водонагревателя. Далее по схеме будет стоять предохранительный клапан, которым в обязательном порядке комплектуется любой водонагреватель. Клапан будет подсоединяться в этой схеме через комбинированную полипропиленовую муфту при помощи льна и сантехнической пасты. Итак, для чего же вообще нужен этот самый так называемый предохранительный клапан? Да все очень просто, друзья. Если вкратце, то при нагреве вода расширяется примерно на 3% от общего объема, занимаемого жидкостью. А это значит, ну возьмем, к примеру, бойлер объемом в 50 литров. При нагреве воды от 20 до 80 градусов лишними оказываются аж без малого полтора литра воды. Если вспомнить по законам физики, что жидкость практически не сжимается, то легко понять, что бойлер даст течь и просто-напросто выйдет из строя. Вот чтобы этого не произошло, то есть аварийной ситуации, водонагреватели и комплектуются предохранительными клапанами, через которые сбрасывается наружу лишний объем воды. Через примерно вот такую вот трубочку, которую, в общем-то, нужно будет подключить для удобства использования к канализационной трубе. Такие трубочки можно приобрести отдельно, ну, к примеру, в любом автомагазине. Касаемо вообще темы предохранительного клапана, я обязательно во всех подробностях и тонкостях посвящу этому отдельное видео на своем канале. А сейчас катим по схеме ниже. Далее по схеме стоит краник, чтобы можно было при необходимости отсечь подачу холодной воды на водонагреватель. Но именно в этом месте я его ставить не буду, я его поставлю ниже, то есть под мойкой. И поставлю таким образом, чтобы отсекалась подача холодной воды и на смеситель, то есть на случай его обслуживания. Чтобы из-за этого не приходилось отключать подачу воды во всей квартире, отключая при этом основной вентиль. Теперь по поводу подачи горячей воды на смеситель. Тоже через американку с переходом на полипропилен впаивается краник. И через угольник вдоль стены труба уходит тоже под мойку. Итак, приступлю я с резьбовых соединений. И повторюсь, не где-то там наверху корячись, а здесь внизу в свободном доступе без всяких напрягов. Соединив сначала две комбинированные муфты с предохранительным клапаном. Субтитры создавал DimaTorzok Далее, теперь уже на столе спаяю между собой всю эту схему. Но прежде чем это делать, сначала нужно дать паяльнику разогреться. Когда он разогреется до определенно выставленной температуры, индикаторы вот эти вот отключатся. Это будет говорить о том, что можно приступать к работе. Делается это очень просто. Еще раз повторюсь, для новичков и для начинающих. Специально для вас, друзья, я уже обснял серию подробных видеоуроков в трех частях, как спаять полипропиленовые трубы. Ссылки на которые я оставлю в описании под этим видео. Кстати, касаемо новичков. Перед началом работы я бы рекомендовал им составить себе подобную схему монтажа. Так как очень часто бывает, что при работе новички начинают очень часто путать местами определенные фитинги. Так как опыта у них нет и они начинают мешкаться. Так что составьте себе перед началом работы подобную схему монтажа и работайте по ней. Так, кстати, индикаторы уже погасли. Можно приступать к работе. Но сначала хочу предупредить, прежде чем начинать спаивать полипропиленовые детали, сначала не помешает обезжирить детали ацетону. Это придумал вовсе не я. Это уже общепринятый факт. Это даже рекомендуют сами производители полипропиленовых труб и фитингов. Так что имейте это в виду. Так как трубы в фитинги впаиваются 15 мм, я уже заранее нарезал вот такие вот 3-сантиметровые трубки, при помощи которых сейчас я и начну соединять фитинги между собой, предварительно все обезжирив ацетоном. Почему я нарезал эти трубки длиной именно в 30 мм, я думаю, многие из вас уже догадались. Ну, а те, кто не догадался, после того, как я спаяю эти детали между собой, я вам наглядно это объясню. Нагреваем трубы 20-го диаметра порядка 5 секунд. Этого более чем достаточно. То есть вставили и считаем до 5. Раз, два, три, четыре, пять. Вставляем. Можно чуть-чуть покручивая вставлять, чтобы легче вам было. Но когда будете вставлять детали друг в друга, покручивать уже нельзя. Нужно вставлять их ровненько друг в дружку. То есть вот таким вот образом. И зафиксировали на 6 секунд. Но прежде чем фиксировать, проверьте, ровно ли у вас по соотношению к прямому углу впаялась деталь. И, убедившись, что ровно, фиксируем на 6 секунд. А если не ровно, то поправляем в нужную нам сторону. И обратите внимание, какую я еще хитрость использую, прежде чем спаять полипропиленовые детали между собой на столе. То есть по месту я прикидываю, как эти детали будут расположены по отношению друг к другу. И ставлю метки карандашом, чтобы визуально ориентироваться при спаивании этих деталей. Чтобы не было впоследствии такого, что вентиль вот так вот встал, или вот так вот. То есть, чтобы было все расположено так, как положено. То есть ровненько. Вставляем сначала до конца. А потом начинаем считать. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Вытаскиваем. И вставляем не крутя. То есть ровненько. Убедились, что ровненько они стоят по отношению друг к другу. Поправили. И фиксируем на 6 секунд. В процессе пайки сразу вам хотел бы показать, как выглядит качественно спаянное соединение. Вот как видите, вид изнутри. Никаких наплывов нет. Это и есть качественная пайка. Наплывы появляются после того, как вы передерживаете полипропиленовые детали, нагревая их на паяльнике, больше положенного времени. То есть, как я говорил уже ранее, для труб и фитингов 20-го диаметра это время составляет 5 секунд. 5-6 секунд, не более того. Бывает такое, что спаянные детали между собой заплывают внутри до такой степени, ну, буквально там остается зазор где-то со спичной уголовки. Ну, понятно, что в таком случае у вас напор воды, который поступает, к примеру, на смеситель на этой ветке водопроводных труб, либо на бачок унитаза, конкретно упадет. Либо, если отверстие вообще закроется, то есть заплывет полипропиленом полностью, то поступление воды вообще исчезнет. Когда вы производите монтаж полипропиленовых труб непосредственно на стене, то есть по месту, то очень трудно проследить, что творится внутри труб и фитингов. То есть качество их соединений изнутри. То есть, если в свободном доступе, спаивая какой-то определенный участок водопровода, я это могу все проследить, то уже на стене сделать у вас это не получится. Теперь, наверное, поняли, что закаживающейся простотой монтажа полипропилена за этим еще кроется множество различных нюансов. Так что, кто этого ни разу не делал, то есть новичкам я рекомендую напокупать вот таких вот фитингов. Стоят они по 5, по 4, по 3 рубля. И просто тренируйтесь. Либо на столе, либо на полу. Катим дальше, друзья. 5 секунд и выдергиваем. Когда вставляем, еще раз хочу повториться, не крутим, вставляем ровненько. Проверили по соотношению, как стоит. И фиксируем на 6 секунд. Достаточно. И вставляем. Не помешает ставить линию в полтора сантиметра. Не забывайте об этом, чтобы тоже контролировать вставляемый участок в фитинг. А то бывает так, что в жидком состоянии входит лишнего, и там отверстие чуть закрывается. Все это очень важно. То есть эти нюансы все учитывайте. Так, ну что, друзья, теперь вот эти вот две детали осталось соединить между собой. соединяем по ранее отмеченным линиям. Вот они у меня. Ну вот, эта деталь уже у нас полностью, можно сказать, что готова к монтажу. Ее уже по месту. Так вот, для тех, кто не понял, я сейчас вам наглядно объясню, почему я трубки резал длиною в 30 мм, в которые впаивались в каждый из фитингов. Как я уже говорил ранее, что труба в фитинг входит по 15 мм, у нас, в общем-то, так и получилось. То есть без всяких вот таких вот открытых участков с ординарной толщиной стенки. В местах соединения фитингов у меня везде получилась двойная сплошная стенка. Без всяких открытых швов и коротких участков труб между фитингами. Так, ну что, теперь можно ее целиком прикинуть по месту к водного ревателя. Просто вкручиваем пока от руки, чтобы посмотреть. По месту паяльника мы я вряд ли тут подлезу, так что придется трубу впаивать в фитинг тоже на столе. Но сначала я смонтирую участок горячего водопровода, предварительно прикинув фитинги по месту. Обратите внимание, трубка водонагревателя, что горячей воды, что холодной воды, она тоже стояла, кстати, криво, смотрит в ту сторону. То есть при пайке полипропиленовой детали нужно будет учитывать чуть-чуть скос вот в эту сторону, чтобы у нас труба не пошла вот так вот. В процессе монтажа хотел бы еще обратить ваше внимание на один нюансик, как при спаивании полипропиленовых деталей выявляются вот такие вот наплывы между фитингами. Если они вас напрягают, то никаких проблем, чтобы снять их, нет. Острым лезвием резака это очень легко делается. Так скажем, для более эстетического вида. Итак, сначала отмерив и отрезав определенную длину трубы столько-столько мне нужно, сейчас я сначала сюда впаяю уголок, а точнее два уголка, разумеется, на столе. И еще раз напомню специально для новичков, прежде чем впаивать трубу в фитинг, сначала отметили впаиваемую глубину в 15 мм на трубе, чтобы вам было легче ориентироваться. Теперь этот готовый и уже конечный участок трубы, горячего водоснабжения, которое будет поступать на смеситель, можно впаять в предыдущую деталь. Но это не обязательно делать по месту, это сделаю я тоже на столе. Да, и еще забыл упомянуть. Когда спаиваете между собой трубы и фитинги, всегда учитывайте тот нюанс, чтобы различные надписи, которые могут быть расположены на фитингах и на трубах, чтобы они у вас были расположены к стене. То есть, чтобы их не было видно. Конечно, нет никаких проблем, чтобы все это дело стереть ацетоном, все это легко поддается, но к чему лишний раз вонять в помещении, когда все можно изначально, продумав, сделать правильно, без лишних движений. Ну все, один участок водопровода у меня уже готов. Сейчас я по ранее отмеченной уже по уровню линии закреплю к стене клипсу и застегну в нее трубу. Теперь пришло время подключения трубы холодного водоснабжения. Предварительно демонтировав данное металлопластиковое подключение к латунному тройнику, далее в латунный тройник я вмонтирую данную комбинированную муфту, то есть переход на полипропиленовую трубу. Продолжение следует... Сначала я впаяю фильтр-грязевик, далее я впаяю кранник, то есть все будет выглядеть вот таким вот образом. Далее после кранника будет небольшой поворот, чтобы труба уже могла уйти по прямой на водонагреватель. На этом участке будет устанавливаться тройник, чтобы впаялась комбинированная угловая муфта для подключения гибкой подводки для подачи холодной воды на смеситель. И еще обратите внимание, при впаивании патрубков в фитинг остатки воды могут выступать из фитинга. Сколько бы вы ни убирали, допустим, смачивая губкой эту воду, она все равно будет подниматься. В таком случае нужно сделать следующее. Открыть какой-нибудь близлежащий смеситель, либо кранник. После чего уровень воды опустится. Далее все насухо протираем тряпочкой, так как при пайке обязательно здесь все должно быть сухо. Сначала то, что можно, я спаяю на столе, а потом уже соединю по месту. Чуть-чуть подровняли, как надо, и зафиксировали на 6 секунд, как я уже говорил ранее. Продолжение следует... Далее, приставив данную готовую деталь уже по месту и ориентируясь по данной ранее отмеченной линии по уровню и приставив таким вот образом уголок, я уже точно отмеряю нужную мне длину трубой, которую нужно спаять между двумя этими уголками. Так как точно отмеренное расстояние здесь уже имеет большое значение, здесь прямой труба уже уходит на подключение водонагревателя. И понятное дело, если скосить в ту или иную сторону, то труба у нас уже на водонагреватель пойдет косо. В общем, отмерив и отрезав нужную мне длину патрубка, спаиваю все в свободном доступе дальше. Поправили и зафиксировали. Вот что у нас получается. Катим дальше, друзья. Далее будет вфаиваться тот самый тройник. От него пойдет труба уже на подключение гибкой подводки. Паяли, поправили как надо и фиксируем. И это, кстати, последнее, что я буду паять на столе. Дальше уже нужно будет соединить по месту. Поправили и зафиксировали. И спаиваем уже все это дело по месту. Далее берем размер от начальной точки до конечной точки. В моем случае это составило 99 см. И еще прибавляем плюс 3 см. То есть вход в каждый фитинг по 15 мм трубы. Здесь, как видите, нормально подлезть с паяльником я все равно по месту не смогу. И прожгу краску на стене. В таких случаях делаем следующее. Отстегиваем от клипс определенный участок. И вот в таком положении спаиваем. Участок, который будет спаиваться с данной трубой, как видите, благодаря американке, я легко открутил от водонагревателя. И таким же образом освобождаю водонагреватель и от трубы горячего водоснабжения. Вот для этого-то в водопроводах и используется соединение американцами. Чтобы вы по месту могли соединить, либо разъединить определенный участок водопровода. Но в своем случае я сейчас вообще отсоединяю данный участок водопровода, дабы снять данный водонагреватель со стены. Чтобы можно было данную деталь точно спаять с трубой водопровода. Ну, в общем, здесь все. С трубами полностью работа закончена. Теперь лишь осталось первую часть американок. Скрутить на резьбы водонагревателя при помощи льна и сантехнической пасты. Герметичное соединение будет создаваться благодаря данным прокладкам, расположенным на американках. А далее уже подтягиваем ключами. Ну, все, в общем, друзья. Дело, можно сказать, сделано. Теперь можно ставить мойку на место и подключать к ней данный новый смеситель. Как вы, наверное, уже поняли, гибкой подводкой в данные комбинированы уголки. То есть здесь будет подключаться горячая вода, здесь к смесителю холодная вода. Пока не закрыл данные трубы тумбой, я вам заодно поясню, почему этот краник я расположил именно на этом участке, а не где-то выше, к примеру, после подачи воды на смеситель. Все было продумано так, чтобы при надобности можно было отключать воду не только на подачу воды на водонагреватель, но и на смеситель в случае его замены, либо замены гибкой подводки. В общем, все сделано продумано для удобства использования, чтобы при надобности не приходилось перекрывать общий вентиль подачи воды в доме. Прежде чем подавать электричество на водонагреватель, нужно сначала из него выпустить воздух. Подачу холодной воды на водонагреватель я уже произвел. Теперь открываем подачу горячей воды. И затем открываем кран-бокс горячей воды, чтобы выпустить воздух из системы. Все. Весь воздух из системы ушел. Вот теперь можно приспокойненько подавать электричество на водонагреватель. Но прежде, разумеется, нужно позаботиться о правильном подключении водонагревателя к сети. Та линия, к которой будет подключен водонагреватель, должна быть не перегружена и соответствовать мощности водонагревателя. Это раз. А во-вторых, лучше вообще поставить отдельный автомат на водонагреватель без всяких розеток. Что я, в общем-то, в своем случае и сделаю. Но нет, друзья, не на этот обычный, а на дифференциальный. В котором сочетается и автоматический выключатель, и УЗО. То есть устройство защитного отключения. Простыми словами выражаясь, этот прибор два в одном. Который, ну не дай бог, конечно, при утичке тока на корпус водонагревателя спасет вам жизнь. Ну и, разумеется, так же сработает и на различные короткие замыкания и убережет вас от возникновения пожара. Можно было, конечно, обойтись и просто обычным автоматическим выключателем. Но это только в том случае, если водонагреватель был бы укомплектован устройством защитного отключения. В нашем же случае все наоборот. И так как такового нет, цена вопроса дифференциального автомата дополнительно обошелся где-то примерно 800 рублей. И это, кстати, еще не самый дорогой. Есть и в разы дороже. Ну, а цена просто автоматического выключателя обошлась бы в десяток раз дешевле. Но это, кстати, если был бы тоже не самый дорогой экземпляр. Так что, друзья, при покупке водонагревателя обращайте внимание на все эти нюансы. В целях удобства подключения, ну и, разумеется, с точки зрения экономии. Ну и на этом, друзья, собственно говоря, у меня на сегодня, пожалуй, все. И мне остается с вами лишь попрощаться и пожелать вам добра и позитива, а также тепла, уюта и комфорта в ваших жилищах. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить интересные и познавательные видео уроки. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на группу будет в описании под этим видеороликом. Обращайтесь. Всего вам доброго. И до новых встреч на моем канале, друзья. Всем пока.